Время новостей на 12 канале. В студии Тензеля Бахтиярова. Здравствуйте и в этом выпуске. Замаскировался под рамку металлоискателя. Амичка в соцсетях утверждает, пассажирам Омского аэропорта не измеряют температуру, как это комментируют санитарные врачи. Мясо и рыба подешевели в цене пока только овощи и фрукты. Было завезено около 10 тысяч тонн продовольственных товаров и овощей. Омские магазины удвоили поставки продуктов. Вход в общественный транспорт запрещен. Список предприятий, которые могут работать, расширили. Сезон начался. В регионе горят леса. И наряд от карантина. Амички на самоизоляции облачаются в подушке. Зачем? Новый случай заражения в Омске. Положительный тест на коронавирус оказался у женщины в семье, которой ранее уже был диагностирован COVID-19. Пациентка в больнице. Ей оказывают всю необходимую помощь. Тем временем в регионе уже 6 пациентов вылечились от новой инфекции. Всего же с начала пандемии опасный диагноз выявлен у 20 амичей. Семеро из них дети. 62-летний мужчина по-прежнему в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи. На домашней самоизоляции находятся 1660 амичей. С учета сняли 10 070 человек. Что касается данных в целом по стране, то за последние сутки в России 2500 новых случаев. В списке зараженных COVID-19 больше 18 тысяч человек. 1470 выздоровели. 148 стали жертвами опасной инфекции. Температуру тела в Омском аэропорту измеряет автоматически. Региональный Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию, которая случилась сегодня утром в воздушной гавани. В город прибыл рейс из Москвы. Несколько пассажиров пожаловались в соцсетях, что им не измерили температуру. Эту информацию в региональном Роспотребнадзоре опровергли. В ведомстве отметили, все прибывшие в Омск термометрический контроль проходят автоматически. Каждый рейс из Москвы и Петербурга специалисты ведомства встречают в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Омской области. Все до единого пассажиры в обязательном порядке проходят. И сегодня также прошли через стационарный тепловизор. А стационарный тепловизор внешне похож на рамку металлоискатель, поэтому большинство пассажиров его даже не замечают. По словам специалистов, за всеми прилетевшими организовано медицинское наблюдение. Все они запомнили специальные анкеты. В них указали свои данные, дату прибытия и страны, в которых побывали за последний месяц. Пассажиры должны в течение двух недель оставаться дома на карантине. В Омск стали завозить в два раза больше продуктов. Об этом рассказали в пресс-центре Западно-Сибирской железной дороги. Магазины подготовили продовольствие на пять месяцев, хотя до этого запасались товарами всего на несколько недель. В регион продукты везут тысячами тонн. Это крупы, макароны, консервы, фрукты, овощи. В любой момент могут заказать еще больше товара и доставят его в кратчайшие сроки. В марте было завезено около 10 тысяч тонн продовольственных товаров и овощей. Это почти в два с половиной раза больше, чем в январе, и на 14% больше, чем в феврале текущего года. Я думаю, эта ситуация будет сохраняться. И железнодорожники сделают все возможное, чтобы непрерывность поставок сохранялась, и Омская область была обеспечена всем необходимым. Стоимость большой части продуктов сохранилась на прежнем уровне. Подешевели говядина, свинина, мясные консервы, сгущенное молоко, мороженое рыба и сливочное масло. Подорожали сахар и питьевая вода емкостью 5 литров. Это связывается с боем в логистике и фасовке из-за повышенного спроса в начале марта. А вот овощи и фрукты, лук, морковь, яблоки выросли в цене из-за сезонного фактора. Из-за пандемии коронавируса в Омске в этом году отменят традиционные городские субботники. Но, как отметили в мэрии, это не значит, что улицы останутся неприбранными. Уже сегодня магистрали начали очищать от мусора и прошлогодние листвы. Порядок наводит по особым правилам у каждого своя зона ответственности. Так парки, скверы и улицы прибирают специалисты управления дорожного хозяйства. За придомовые территории отвечают управляющие компании. Уборку наведут и все те, кому сейчас разрешено выйти на работу. А вот школьников и пенсионеров привлекать к субботникам категорически запрещено. Не стоит забывать и о дистанции. Она должна быть не меньше полутора метров. Определить коронавирус по рентгеновским снимкам ученые сибирского отделения Академии наук разработали новый способ диагностики COVID-19. Пациентов предлагают одновременно исследовать на двух аппаратах – медицинском тепловизоре и рентгене. Первый регистрирует организм человека в инфракрасном диапазоне. Наложение этих результатов на рентгеновский снимок позволяет врачу оценить наличие патологии при коронавирусе. Методика не требует переобучения медработников. Кабинеты достаточно оборудовать рентгеновским аппаратом, персональным компьютером и мобильным тепловизором. Разработали ученые специальные малогабаритные инфракрасные камеры с высоким разрешением и чувствительностью, совместимые со смартфонами. Это ускорит диагностику. Ученые намерены получить одобрение своей методики. Предложение по ее использованию направлены премьер-министру России. Амичи перестали сидеть дома. Индекс самоизоляции в городе впервые за две недели карантина был низким. Это значит, что на улицы города вышло много людей. По данным Яндекса, сегодня в 10 утра показатель составил 2,7 балла из пяти возможных. Прежде наш город удерживал позицию почти в 4 балла. Причиной могло стать то, что большему числу предприятий разрешено работать. Между тем, амичам напоминают, режим самоизоляции в регионе продлен. И погибать свои квартиры без крайней необходимости не стоит. Правительство России выделило 50 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам. Документ подписал премьер Михаил Мишустин. По его словам, сейчас важно поддержать тех, кто в очаге инфекции. В апреле, май и июне специалисты, которые занимаются лечением больных коронавирусом, будут получать доплаты. Врачи по 80 тысяч рублей, фельдшеры, медсестры, а также врачи скорой помощи 50 тысяч рублей, младшие медперсоналы, а также водители по 25 тысяч. Для медиков также повысят страховые гарантии. Они будут как у военных. В Омске провели масштабную дезинфекцию. В выходные раствором с хлоркой обработали десятки улиц, парков и скверов. Общая площадь уборки составила больше миллиона квадратных метров. Это проезжие части на 30 с лишним дорогах, 132 остановки и 20 тысяч пешеходных зон и тротуаров. Всего же с начала пандемии санитарную обработку в городе провели уже на площади больше 10 миллионов квадратных метров. В Омских аптеках сегодня ждут поступления крупной партии масок. К их планируется завести 100 тысяч штук, а также 20 тысяч флаконов антисептика для рук. Купить средства защиты можно в сети госаптек. Чтобы не возникало дефицита, уже в среду в продажу поступит еще одна партия – 400 тысяч масок. Напомню, сейчас средства защиты изготавливают и в ателье города. Такие маски пригодны для многоразового использования, если их регулярно стирать и утежить. Между тем, медицинская маска может повысить риск заражения коронавирусом. О том, какие опасности таит средство защиты, если его неправильно использовать, рассказали специалисты Всемирной организации здравоохранения. Итак, маска не сможет защитить от вируса, если не соблюдать остальные меры предосторожности. К примеру, не выдерживать дистанцию и не мыть руки. Также, если средства защиты вовремя не сменить, то есть через два часа, она накопит заразу. Специалисты еще раз отметили – здоровому человеку маска не нужна. В Омской области расширили список организаций, которые могут работать в период самоизоляции. Это обрабатывающие производства, строительные компании, организации по обслуживанию и ремонту автотранспорта. Накануне вышло соответствующее постановление главного санитарного врача Омской области Александра Криги. Число работников важно свести к минимуму. Те, кто относится к группам риска – это пожилые, беременные и страдающие хроническими заболеваниями – должны быть переведены на удаленку. Всем, кому разрешено трудиться, необходимо соблюдать строгие правила, в первую очередь держать дистанцию не меньше полутора метров. На производстве организовать утренний фильтр и регулярную дезинфекцию. До работы сотрудники должны добираться на транспорте предприятия или на личном, чтобы исключить поездки в маршрутках и автобусах. Соблюдать такие меры придется как минимум в течение недели. Период самоизоляции в Омске продлен до 19 апреля. Как вести себя во время режима самоизоляции? Мечам напоминают спасатели. По городским улицам ездит автомобиль, оборудованный громкоговорителем. Уважаемые новички, напоминаю, что согласно указу президента в России объявлены нерабочие дни. Награничьте контакты. В общественных местах, пожалуйста, держитесь друг от друга на расстоянии не двух метров. Спецмашину можно встретить в разных точках города. Маршрут прорабатывают в региональном управлении МЧС. Задача – привлечь внимание максимального количества людей, чтобы те оставались дома. Допоминают спасатели и правила личной гигиены. Нужно регулярно мыть руки и каждые два часа проветривать помещение. При выходе на улицу соблюдать социальную дистанцию – полтора-два метра друг от друга. Вакцина от туберкулеза повышает иммунитет к COVID-19. Об этом рассказала известная телеведущая Елена Малышева. В подтверждение она привела исследования ученых, которые анализировали смертность от коронавируса в разных странах. Там, где прививки не ставили, это, к примеру, США и Италия, наблюдается высокая летальность. В России вакцина получает 95% детей, так что есть надежда, что заболеваемость у нас будет гораздо ниже. Как отмечают врачи, эти прививки укрепляют иммунитет. Добавлю, что ранее эпидемиологи из Техасского университета уже говорили о том, что в странах, где проводилась вакцинация от туберкулеза, в случае возражения коронавирусом в 10 раз меньше по сравнению с теми, где такой программы не было. В полиции рассказали о новой схеме мошенничества. Теперь злоумышленники решили подзаработать на установленном в регионе режиме самоизоляции. Жертвам отправляют фейковые смс с требованием заплатить штраф за нарушение карантина. В сообщении обычно указывается, что это постановление службы исполнения наказаний. Также прописаны статья, по которой обвиняют человека, и сумма, которую ему нужно перечислить. Если нарушитель этого не сделает, на него якобы заведут уголовное дело. Правоохранители советуют омичам быть бдительнее. В подобных сообщениях множество фактических ошибок. Одно из главных решения о штрафе принимают в СИН, хотя на самом деле это право есть только у суда. Кроме того, никто не может заставить платить штраф в течение суток. Хомичей предупреждают, ни в коем случае нельзя переводить деньги на неизвестные номера. Уборщики, охранники и официанты оказались в числе самых невостребованных профессий. Исследование провел сайт по подбору персонала. В числе непопулярных вакансий также сейчас горничные, офис-менеджеры, секретари и фитнес-тренеры. Исследование Института прогрессивного образования показало, что после пандемии могут попасть под сокращение специалистов в сферах фитнеса, визажа, моды и туризма. В Омской области подсчитали ущерб от урагана, который башевал 7 и 8 апреля. Шквалистый ветер валил деревья, срывал крыши, обрывал линии электропередачи. Всего пострадали две сотни населенных пунктов. Для оперативной ликвидации последствий разгула стихии пришлось вводить в регионе режим ЧАЭС. Как стало известно, на сегодняшнем совещании губернатора с главами районов предварительно ущерб оценивается в 165 миллионов рублей. Больше всего пострадали жилые дома и образовательные учреждения. Если выяснится, что виноваты подрядчики, которые ранее плохо выполнили работы, тогда эти здания будут восстанавливать за их счет. Крупный пожар в районе биофабрики. Горит сухая трава. Там асфальтный завод. Сейчас будет гореть тоже. Вокруг него уже горит. Это видео нам прислал очевидец. Судя по кадрам, несколько пожарных машин пытаются потушить пламя, но площадь возгорания достаточно большая. И это далеко не первый подобный случай. Только за последние сутки на такие вызовы пожарные выезжали 135 раз. А мечи жгут траву вблизи дачных участков. Хотя делать это категорически запрещено. На огромных территориях размером с футбольные поля горели трава и мусор. Пламя могло перекинуться на дачные постройки и дома. Гореть в регионе начали и леса, и тоже виновны дачники. За сутки омские спасатели 17 раз тушили огонь в зеленой зоне. В субботу весь город затянуло дымом. В Омском районе произошло 4 пожара. В деревне Покрово-Иртышское пострадали почти 50 гектаров соснового леса. Пожар начался на берегу озера, так что, скорее всего, так же произошел по вине человека. А эту фотографию выложили в сеть жителей Тарского района. Поля полыхали в селе Чекуршево. За разведение костров и сжигание сухой травы нарушителям грозят штрафы от 3 до 200 тысяч рублей. У православных верующих началась Страстная Седмица. Это неделя перед главным христианским праздником – Пасхой. Каждый день называется Великим и рассказывает о земных страданиях Иисуса Христа. Так в среду вспоминают предательство Иуды. В четверг – Тайная вечеря. В пятницу – суд, распятие и крестная смерть Спасителя. Главная служба проходит в субботу вечером. В храме Гроба Господня в Иерусалиме сходит благодатный огонь. На богослужениях всегда присутствует много прихожан, однако в этом году патриарх Московский в Сеяруси призвал верующих позаботиться о своих ближних и молиться дома. А вот внешние атрибуты светлого праздника никто не отменял. На Пасху завершается Великий пост. К праздничному столу верующие пекут куличи, красят яйца и готовят творожную Пасху. И вот какие материалы наши корреспонденты сейчас готовят к итоговому выпуску «Часа новостей». Смотрите в 19 часов 30 минут. Надел противогаз и в одночасье стал знаменит на весь Омск и даже за его пределами. Водитель такси возит пассажиров в костюме химзащиты. Что это, попытка хайпануть на злободневной теме? Или так парень действительно хочет защитить себя от инфекции? Многие ни о чем не могли думать, кроме как этот вирус. И то есть мне хотелось отвлечь людей, больше привлечь внимание к юмору. Ну как бы юмор спасет мир. Екатерина Балучевская прокатилась с таксистом, который называет себя универсальным собеседником, узнала, как рынок перевозок переживает пандемию и самоизоляцию, и выяснила, какие точки на городской карте, табу для водителей службы и уехать оттуда. Сегодня практически нереально. На строгой диете из-за карантина частный передвижной цирк в Омске просит о помощи. Леопардам, кенгуру, страусам и ежам нечего есть. Больше 40 животных на самоизоляции. Гастроли отменены. В месяц на пропитание своих подопечных владельцы цирка тратят больше 100 тысяч рублей. Юлия Думанова сегодня побывала за кулисами передвижного цирка, познакомилась с животными артистами, узнала об их вкусовых пристрастиях и, главное, то, как можно помочь. Королем Востока, пусть и виртуальным, стал уфимский Салават Юлаев. Лига подвела итоги интернет-голосования. В финале Восточной конференции схлестнулись болельщики Уфы и Новосибирска. Сибирь уступила в сухую со счетом 4-0 в общей сложности за 4 матча. 4 этапа голосования юлаевцы набрали больше 50 тысяч голосов, что на 10 тысяч больше, чем у сибиряков. Теперь башкиры сразятся в виртуальном финале Кубка Гагарина. Соперник определится чуть позже в противостоянии фанатов Динамо и Йокерита. Напомню, 26 марта КХЛ досрочно завершила сезон из-за пандемии коронавируса. Схлестнулись в интеллектуальной дуэли. Хоккеисты «Авангарда» приняли участие в орудить шоу «Кто знает больше». На этот раз его записывали не в стенах арены Балашиха, а в домашней обстановке в режиме видеоконференции. Героями второго выпуска стали Алексей Бондарев и Семен Кошли. Фоба из Усть-Каменогорска. Игра проходила в формате дуэли. Хоккеистам задавали вопрос, на который можно дать несколько ответов. И участники предлагали свои варианты, пока кто-то не ошибется. Они перечисляли клубы Национальной баскетбольной ассоциации, омские кинотеатры, называли страны, которые побеждали в чемпионате мира. Правильно, да. Они один раз выигрывали в каком-то, не помню точный год. СССР. Ах ты. Ну, возраст, Кош, возраст. В итоге победителем шоу стал Алексей Бондарев. Он сумел дать больше правильных ответов. Спасибо большое. И еще одна новость из Тана Авангарда. Галкипер команды Эмиль Гарипов стал отцом. Его супруга Джамиля родила мальчика. Сына назвали Халидом. Об этом клуб сообщил в своей официальной группе ВКонтакте, пожелав здоровье маме и малышу. Фанаты, в свою очередь, выразили надежду, что мальчик пойдет по стопам отца. Напомню, в «Авангарде» Гарипов играет один сезон, но известно, что намерен продлить контракт с ястребами. Модный лук. Из подушки амички массово включились в пилу-челлендж. В соцсетях красотки выставляют свои фото в платьях, сделанных из подушек. Постельную принадлежность крепят на талии ремнем. Для завершения образа используют ювелирные украшения, стильные сумочки и другие аксессуары. Обязательная деталь – высокие каблуки. И в итоге получается модный вечерний образ. Противницы длинной мини наряжаются в одеяло, что тоже довольно мило. Фото набирают сотни лайков и одобрительных комментариев. Далее подробный прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Субтитры делал DimaTorzok У меня на этом пока все. На 12-м канале после сериала «Контр-игра». Ну а самые свежие новости в 18.30. До встречи. Субтитры делал DimaTorzok